Основные средства мы сегодня поговорим. Учет в программе ВИРКИ. На мой взгляд, самая большая проблема с основными средствами и вообще с учетом ВИРКИ, это настройка статей затрат, настройка распределения этих затрат. И я сегодня им только внимания уделю, как настраивать статей затрат, чтобы все было верно в программе. По программе нашего вебинара рассмотрим общие возможности, чтобы это делать в ВИРКИ с основными средствами, а также есть цикл жизни в основных средствах, начиная с наступления и заканчивая их выбитием. Общая схема учета основных средств в ВИРКИ и вообще возможности программы, они очень обширные. В программе можно учитывать как основные средства, так и на обратные активы, незавершенное строительство, делать ремонт и модернизацию, формировать первоначальную стоимость, состоящую не только в стоимости основного средства, но и также дополнительные расходы тоже включать в стоимость. То есть стандартные функции, все функции программы соответствуют законодательству о бухгалтерском учете основных средств. И также еще момент, что в программе в ВИРКИ можно вести учет основных средств как в управленческом учете, так и в регламентированном, а также можно вести по разным правилам. В управленческом по одним правилам, в бухгалтерском по другим, и в МСФО, соответственно, тоже можно учить. То есть если в программе включен регламентированный учет, то будут также формироваться проводки по учету основных средств, двигательские проводки, и можно формировать отчетность регламентированную, такую как в счете налога на имущество, аналогию на прибыль и все остальные отчеты. Если в программе отключен регламентированный учет и ведется только оперативный и правленческий, то, соответственно, тоже можно ввести учет основных средств. В этом случае тогда документы по учету основных средств будут выгружаться в программу бухгалтерского учета, например, для демокс-бухгалтерии. Это самое, да, что нам нужно начать. С чего начать? Учет основных средств в программе, включить его, соответственно, это в разделе МСФО администрирования, настройка МСФО делов, в разделе наоборотные активы, мы там должны установить, что учет основных активов используется. Дальше мы можем там выбрать, что у нас есть основные средства, если у нас используются объекты строительства, видим там учет по платону, если у нас транспортные средства есть. И также, смотрите, как ведется учет по стандартам МСФО, либо же по стандартам РСБИ, российского мегапурского учета. То есть начинать нужно с этого. Дальше уже непосредственно можно настроить статьи наwriter, при этом их можно настраивать как непосредственно из документов по учету основных средств. Допустим, попыток основные средства, делаем, принадим учет, и непосредственно в этом документе можно проводиться список и настроить статьи на racist. Можно отдельный вставочник по статье «Битрат». Я также буду показывать в программе, как это делается в программе. Сейчас я включу трансляцию. И мы будем также их рассматривать. Вот у нас программа. Напишите, если видно. Видно ли трансляцию еще? Сейчас включу. Так, хорошо. Ага, статьи «Затрат» у нас находятся в разделе «Финансовые результаты контроля». Статьи «Расходы». Открываем. Здесь у нас список всех наших статей «Затрат». Мы купим, с чего начать. Сначала у нас основное средство покупается, соответственно, мы должны спормирувать стоимость необоротных активов. Все затраты, вообще, в принципе, в программе ГИРМИ, все затраты, все проводки, все движения по регистрам, по доходам, расходам, они регулируются именно вот статями затрат и статями расхода, доходов и группами финансового учета. Соответственно, чтобы сформировать стоимость необоротных активов, чтобы она правильно у нас сформировалась, мы должны быть настроены статьи «Затрат». И первое – это поступление основных средств. Если мы ее рассмотрим, то здесь есть несколько нюансов. В такой статье «Затрат» важно поставить тип расходов формирования стоимости необоротных активов. То есть здесь есть различные, когда мы создаем новую статью «Затрат», разные здесь типы расходов, по расходу по покупке основных средств должен быть тип расходов формирования стоимости необоротных активов. Дальше мы можем сделать несколько статей «Затрат» по поступлению основных средств, если у нас есть различные виды деятельности. Допустим, мы покупаем оборудование, и это будут расходы по основному виду деятельности. Покупаем, например, какое-то имущество для сдачи в аренду, но как бы дополнительное. То есть, допустим, покупаем имущество, в котором будут жить наши сотрудники, мы иногда его будем сдавать в аренду. То есть, соответственно, будет какая-то прочая деятельность, и «Затрат» будет прочим. И способ отнесения на затраты в регламентированном учете мы устанавливаем «Отнести на необоротные активы». То есть, здесь тоже есть варианты способов. В случае формирования стоимости и перемещания стоимости основного средства мы указываем способ «Отнести на необоротные активы». И тип аналитики расходов. А, в управленческом учете можно оставить так же, как в регламентированном, на котором молчание заполняется, если же у вас есть какие-то свои другие правила управленческого учета, то выбирайте соответствующие сроки. Тип аналитики расходов. Если мы покупаем основное средство, то выбираем его. Если строим, то объекты строительства, если материальные активы, то материальные. Тип аналитики расходов влияет на счет учета МДС. Если мы поставим основное средство, то счет учета входящего МДС у нас будет 19-1. Если я поставлю в лифт строительства, то, соответственно, с 15-й другой счет. Сам МДС от поставщика пойдет на другой субсчет 19-й счет. В разделе регламентированный учет и международный финансовый учет мы здесь включим в программу, где на базе международный финансовый учет, поэтому некоторые проводки могут, некоторые настройки могут быть международные МСФО. Если у вас нет ключа МСФО в программе, вы его не ведете, то, соответственно, просто не обращайте внимания на эти настройки. Я буду рассказывать про основные регламентированные институты для бухгалтерского учета российского. На карте регламентированный учет и международный учет здесь нужно указать вид отнесения МДС к расходам. Опять же, если у вас нет раздельного учета по МДС, то этой настройки у вас тоже не будет. Ставить галочку «принимается к налоговому учету» или нет, если мы покупаем основные средства, то правило всегда принимается к налоговому учету. И вид расходов по основной деятельности. Здесь можно заполнять эту статью, можно не заполнять. А вид расходов по налоговому учету у нас в программе предопределенные поставки, но в конфигурации мы их вообще добавить не можем. То есть здесь вы можете выбрать, можно амортизацию выбрать, либо прочие расходы, либо вообще оставить в поле пустынья. И счет учета, где у нас будут собираться наши затраты, это счет 08. Здесь также можно выбрать, если у вас строительство, то это будет счет 083. Если это что-то другое, да, какие-то земельные участки, то есть выносные виды и так далее. И также есть здесь гиперссылка в статье «Настроить счета учета по организациям и подразделениям». Так, гиперссылка «Настроить счета учета по организациям и подразделениям». Если у вас в программе ведется учет по местным организациям, то вы можете здесь настроить, что, допустим, по одной организации будет собираться на фразу на одном субчете, с восьмого счета, по другой организации на другом, и подразделения задать. Здесь настройка очень гипкая. Соответственно, на одну статью расходов вы сможете использовать для разных организаций, не создавать для каждой организации свою. Вот, это статья расходов по вступлению в основном здесь. Дальше, следующая статья. У меня в презентации есть скрины этих статей, потом вы скачаете себе презентацию, можете руководствовать с ним. Следующая статья расходов по дополнительной затрате при покупке одном из средств, то есть такие, как, например, что у нас там может быть госпошлины, какие-то дополнительные услуги, дополнительные оборудования, может быть, что-то, которое мы устанавливаем. И также эту статью можно использовать в дальнейшем для модернизации. Тоже, как статья называется, тоже она делается в формировании стоимости основных средств. Тоже тип расходов на устанавливаемое формирование стоимости основных средств. То есть такая статья схожа со статьей принятия на учет основных средств. Вот, ну, здесь вы можете установить вид расходов отдельный, другой, да, по основной деятельности. Можете принимать, не принимать в налоговом учете. То есть это все зависит от видов расходов, которые идут при покупке основных средств. То есть, в принципе, похоже. Эта статья разделить стоит статьи по покупке основных средств и формированию стоимости дополнительной какой-то, да, по дополнительным затратам. Их стоит разделить, чтобы по управленческой отчетности у вас были они разными с точками. Но если вам по вашему управленческому отчету так не нужно делать, то можете не делить. Можете использовать одну точку для, в принципе, для формирования стоимости этой мастерии. Так, следующая у нас будет... Следующая статья – амортизация непосредственно. Амортизация у нас может быть как производственного оборудования, основного, так скажем, оборудования, которое используется в основной деятельности организации. И, соответственно, расходы эти мы отражаем на основных счетах учетов затрат, то есть это 20-й счет и 44-й, если это торговая организация. То есть это может быть какое-то оборудование или здание, или машина, если у нас транспортная организация, то амортизация, так, возможно. И также есть амортизация строчек важных средств, тоже ее рассмотрим дальше. Настройки такой статьи могут быть очень тоже обширные. Рассмотрим их... Рассмотрим, вот, например, амортизация оборудования. Здесь самый главный момент – это распределение затрат. То есть тип расходов в такой статье амортизации. Это у нас могут быть производственные расходы, могут быть расходы на продажу товаров, расходы, там, прочее даже операционные, не реализационные. Все зависит от того, где, в каком виде деятельности у нас используется это имущество. По какому, по основному виду деятельности, либо по какому-то прочему дополнительному. Здесь мы также указываем, что это расходы на основной деятельности, по прочее, основное, прочее. То есть может быть такое, что одно транспортное средство используется у нас и для разводства сотрудников, и для разводства, доставки продукции до покупателей. Соответственно, она там не осталась самой, и дополнительные затраты будут рассчитываться. И ображать в рекоментированном в правительственном учете эту статью, эти затраты, мы унастраиваем. Здесь можно, здесь допустимы три варианта. Это списать на финансовый результат можно, тогда эти затраты будут просто списываться на счеты 12,2, меньше 90, ну, на 12 счет. Можно отразить на производственных затратах и распределить, а можно распределять вручную. То есть если есть желание каждое за 5 месяцев распределять вручную, то можете, наверное, эту настройку. В данной статье у меня настроено, что отражается этот расход на производственные затраты, и правила распределения в этом случае изобретаются. У меня настроено несколько правил, например, по партиям продукции, по материальным затратам. То есть у меня есть материалы, которые списываются, и эти затраты будут распределяться между партиями, добавляться, эта мотивация будет добавляться в стоимости материала, в себестоимости, соответственно, продукции. Настройки, правила распределения тоже очень-очень обширные. Можно распределять затраты на текущее подразделение, можно распределять по различным, указать вручную подразделение, например, выбрать указанное подразделение и указать здесь несколько подразделений, тогда вы тратой будете относиться только к тем подразделениям, которые вы выберете. Можно по единой базе распределять для партий и подразделениям, а можно установить разные базы, то есть, например, между подразделениями по базе, по стоимости материалов, да, и тогда будет сумма амортизации распределяться пропорциональной стоимости материалов, которые были потрачены в каждом подразделении на производство конкретной продукции, выточной продукции производства. Можно по суммам оплаты труда, по показателю и задать показатель, создать его, да, показатель, например, там, не знаю, какой можно придумать показатель, выработка, не знаю, количество выработанных часов, количество пройденных километров, вот, и задавать его либо вводить там ежемесячно, либо остальные, и задать начинку также, то есть, можно установить. Вот, то есть, настройки, настройки списания таких программ по амортизации программ ЕФИ, они гораздо обширнее, чем в других программах бухгалтерского учета, это, наверное, один из немногих плюсов введения регламентированного учета в ЕФИ, то есть, у вас не только в управленческом учете будут эти затраты распределяться в ЕФИ, в управленческом балансе, но и также в бухгалтерском учете их можно распределить по различным, по различным показателям, по различным определениям. Здесь можно также по стоимости материала, здесь очень много трудопределенных вариантов распределения. Затрат можно по продукции, по выпущенной продукции, по плановой стоимости, по суммам и плату труда, указать отборы, установить отборы материалов, то есть, только по каким-то материалам мы будем распределять эти амортизации, а с тем, что мы с остальными материалами не будем учитывать, и так далее. По видам продукции тоже нужно. Также вариант можно, это вариант по правилам распределяется на партии материалов, когда на статье мы настроены, что на партии стоимости материалов, а можно еще, вот здесь есть палочка «Статейник», и мы можем распределять и на партии, и на статье, и, соответственно, нам нужно указать доли, когда, допустим, 50 на 50, у нас половина будет распределяться затраты продукции по стоимости материалов, а вторая половина мы установим на статье по направлениям деятельности. Будем списывать, то есть, например, у нас есть производство, есть какие-то еще услуги, работы, да, производство оборудования и монтаж этого оборудования. Соответственно, у нас часть амортизации будет списываться по стоимости материалов, которые потрачены для производства оборудования, а часть материалов будет списываться по стоимости статьи затрат, по стоимости работ, которые будут выполнены для монтажа этого оборудования. Вот таким образом, мы можем это все настроить. Здесь в данной статье мы настроены к материальным затратам, в управленческом учете также, но, опять же, в управленческом учете вы можете установить свои настройки. Можно в бухгалтерском учете просто списывать все затраты на счет 90, а в управленческом учете их распределять по различным статьям, и у вас будет в управленческом учете очень подробная аналитика. Соответственно, выбираете характер затрат дальше, переменные или постоянные, ну, как правило, амортизация, это у нас постоянные затраты. В статьях, то есть, такие амортизации задаете, она тоже нужна для управленческих отчетов. Ну, допустим, это вообще производственные расходы. И тип аналитики расходов амортизации у нас имеет аналитику от объекта эксплуатации, то есть расходы амортизации относятся на основные требования, естественно. И подкладки «Аргументирование учетов» и «Аргументирование учетов» там также задаете МДС, также это у нас будет приниматься налоговый учет, налоговый прибыль. И статья расходов для налогового учета уже есть у нас предопределенная программа, и там активация очень простая ее выбрать. Вы выбираете вид расходов для налогового учета, прямые или последние. Это настройка для взятовой настройки, для видов, как в учете по налоговому прибыль будут отражаться эти затраты. И счета учета. Счета учета здесь первоначально у нас будет амортизация на 25 счете. К примеру, да, вы можете выбрать 20-й или 24-й счет. И списываться она будет на счет 90.081. Мы увидим, что 90.02, например, да, списывается вот сюда. И ее распределять. Вот таким образом задаются настройки статьи расходов по амортизации. И в дальнейшем мы еще посмотрим в открытии месяца, а там тоже видим, что как у нас распределяются затраты. По оборудованию и прочему, например, какая-то от техники у нас для опыта покупается. Это затраты непроизводственные. Соответственно, амортизация не правильно списывает на производственные затраты. Еще одна. Амортизация не списывает на 26-й в этом случае. И, соответственно, для других основных средств, которые не используются в производственной деятельности, логично настроить статью расходов отдельную для учебного амортизации. Здесь, в принципе, почти такие же настройки, но аналогичные настройки, только мы здесь выбираем, что это у нас прочие операционные расходы. И пока в регламентированном отчете собрание выбрать, что эти расходы расписываются на финансовые результаты, то есть не добавляем в себе стоимость в производственные расходы, а они у нас будут отдельной точкой в финансовом результате. Но, тем не менее, будут уменьшать нашу массу от деятельности этой выручки. А распределять их можно тоже местными правилами различными. Вот, например, у меня здесь настроены пропорционально выручки. То есть я хочу, чтобы у меня, не хочу, да, по нашей учебной политике амортизация собственного оборудования у нас распределяется пропорционально выручки по направлениям деятельности. То есть вот такая у меня настройка распределяется на все направления деятельности по некоторой базе. База у меня выручка от продаж. Пропорционально, соответственно, будут эти расходы распределяются. И на вклад в регламентированный учет, там такие же настройки, как в предыдущем. Единственное отличие, что счет учета у нас будет уже не 20-й, а, например, там 26-й, или какие-то дополнительные вспомогательные счета. И также можно выбрать 90-й, или 90-й, или 90-й, или 91-й. Так, и что касается таких затрат по амортизации. Дальше непосредственно переходим к приобретению основных средств. В программе CRP, когда мы покупаем основные средства, мы отражаем их документами и приобретением услуг и прочих активов. То есть это не поступление товаров в услуг, не приобретение товаров в услуг, а именно услуг и прочих активов. Делается следующим образом. Удобнее всего оформлять документы через справочные и необоротные активы, то есть раздел отдельные и необоротные активы, основные средства, документы по ОС. Здесь можно сделать отбор по организации, отбор по основному средству, как можно даже установить, а также настроить отображение документов для узнала. То есть, например, на нижних блоках ставках, можно убрать эти галочки, ну, допустим, оставить там поступление приобретения этих услуг и прочих активов. Будет отражаться только они. Если хотим все видеть, то мы можем находиться в галочке, будет все отражаться документы. То есть это вид журнал. А еще момент, я могу сказать, что в программе ERP есть удобная очень настройка для пользователя. Если у вас в организации есть отдельный инвентарь, который занимается учетом на том инвентаре, то в программе есть предопределённый аромат для пользователя. В разделе инвентарь настройки пользователя есть отдельный профиль, который назывался «Богаффа по учёту организации». Так, сейчас я не буду. Вот он «Богаффа по мировоззорным активам». То есть это уже настройка идёт в стандартной конфигурации. Если у вас принимаете много разных сотрудников, то поможет им измечать много вопросов. Просто ли он будет видеть все остальные средства и те документы, которые ему нужны для работы. Так, приобретение услуг утрачек активов. У поставщика мы закупаем, да. Особо подробно рассматриваем и видим, как эти документы делаются. Делаются в вещами стандартно. От организации мы задаем поставщика, партнера, да, контрагента. И договор заполняет вам такие платные средства, например, трафик оплаты. Это всё тоже стандартное. По обычной работе с покупателями. Так, вводим, как с покупателями, так и с поставщиками. По обычным поставщиками, так же с поставщиками изменивших средств. То есть вы просто покатаетесь по договору при продаже. Нам интересна здесь вкладка расхода и прочих активов. Здесь вы дополняете содержание, оно дополняется в сегодняшнем форме. Вписываете сумму, количество. И само основное средство, то есть у нас, вот смотрите, да, подразделение, на какое мы покупаем это основное средство, можно сразу задать здесь направление деятельности. То есть если мы покупаем автомобиль, который будет стоять на производстве и производить продукцию, то мы можем сразу же выбрать направление деятельности производства. А можем его не выбирать. В данном случае у нас здесь не выбрано направление деятельности, потому что я покупала ноутбук для администрации. и как раз вот по этому моему репуту я буду распределять с этим заправлением. Статья расходов, вот то, что мы уже раньше рассмотрели, это поступление основных средств. А в разделе аналитика здесь у нас бывали, когда мы сюда проваливаемся, у нас будет здесь список основных средств. И у меня он уже, вот это основное средство в справочнике есть, но так как вы, если вы будете делать семья, у вас его, конечно, не будет, поэтому вы нажимаете создать и пишете данные обыкновеном средстве. Что сюда вписывается? На эмулявание. То есть это 20 классовного средства, чтобы дальше с ним работать, мы в справочник вносим этот объект к дисплокации. Устанавливаем дневное именование. Унезавний номер присваивается автоматически, либо мы можем его справить руками. Группа – это, грубо говоря, папка, в которой лежит этот основной средств и ракция программы. Класс. Это класс основных средств мы можем официально добавлять. и направление деятельности тоже можем сразу выбрать в основном средстве. Можем его выбирать. Дальше какие-то паспортные характеристики. Если мы можем у нас автомобиль, то здесь у нас дополнительный номер, номер, паспорт. Все это мы можем сразу запомнить, чтобы потом уже к этому не возвращаться. и данные для регламентированного учета – это группа основных средств и, соответственно, амортизационная группа. Группа основных средств – это предопределенная, согласно справочнику основных фондов, то есть в зависимости от того, какой объект вы покупаете, вы выбираете здесь. И амортизационная группа – это согласно справочнику о том, какой по амортизации основных средств, какой срок полет мы используем. На вкладке «Сведения об основном средстве» у вас будет пусто. То есть если мы посмотрим какое-то основное средство, которое еще не примет от учета у меня здесь, например, вот это, то вкладке «Сведения об основном средстве» она пустая, а следения будут стоять. То есть появляются сами автоматически после принятия его отчета. Вкладка «Рабочие центры» нужна для ремонта. Дорогательные материалы – это если у вас это используется в организации. Также в карточку основного средства можно загрузить в файлы, то есть, например, подкрыть сюда свидетельство о собственности, какие-то документы, подкрыть его отсканированную, если вам это нужно. Также можно задать сразу установить узлы объекта, то есть это запчасти, которые мы потом его разберем. Документы – это те документы, которые по основному средству в программе будут сформироваться. по этому средству еще ничего не сформировано, а вот по этому средству у нас уже есть приобретение, применение с учетом, сферациями. То есть по такому-то конкретному изменению средства все документы, мы привязываем, их можно быстро вот так посмотреть, чтобы на журнала… Дальше. Вот мы ввели его основные ответы, то есть мы можем его ввести как непосредственный старший, когда идти в группе оборотные активы, основные средства и здесь создать объект эксплуатации. А мы можем также непосредственно документы приобретения всех этих активов провалиться сюда в аналитику. у нас этот же самый журнал нам показывает. Проваливаемся в этот же самый журнал. И создали его. На вкладке дополнительно указываем все реквизиты в стандартные реквизиты расчетов с поставщиками, расчет организации, дата платежа, когда нам нужно оплатить поставщику. Можем направление деятельности указать и подгруппу финансового учета-расчета. У меня здесь задана вот такая группа отдельная ОС и объекты капитального строительства. Ну, может быть просто группа расчетов с поставщиками. Здесь у нас важно, чтобы были достойные счета учета-расчета. Да, реаниментированные учеты. То есть на каком счете нас будут учитываться расчеты с этим поставщиком. Ну, в данном случае на 60-м. Ну, соответственно, заполняем всю эту вкладку. Все здесь контактно, ничего особенного, никакого нет. После списываем также можно писать дополнительные подачи и документы. Да, при его, то есть это дата на правной дуал, если это основное средство, акции на придачу вас может быть в форме по передаче основного средства и счет факторов по вводам также, чтобы если у вас ведется это программа учет МДС. В этом случае тогда обязательно вводить. Если вы учет МДС не ведете, то программа просто будет каждый раз ругаться за 10 месяцев, что у вас не будет иметь счета факторов. Итак, купили, в этом случае значит купили основное средство, оно у нас висит на счете 08, то есть если мы посмотрим на обводке этого документа, то на счете 08.4.2 у нас появился объект основного средства. Дальше нам нужно его принять в учет и уже непосредственно ввести в эксплуатацию. ввод в эксплуатацию программы ГИРКИ осуществляется с помощью документа принятия от учета ОС. Создать его можно также из журнала документа по основным средствам. И открываем этот журнал, здесь нажимаем создать и выбираем документ принятия от учета ОС. У меня он уже создан. В этом документе нам важно выбрать в каком учете мы его принимаем, то есть в управленческом регламентированном, может быть только в управленческом, если мы допустим покупаем что-то, что мы не хотим отражать в другом учете, либо только в регламентированном. Операция у нас принятие от учета основных средств, если у нас лисинковые средства, то это будет уже подоговор на основание монетаризации, если мы по итогам монетаризации выявили, что у нас происходит на учетом основной средств, тогда у нас будет принять от учета основной монетаризации. Выбираем организацию, ответственный это тот человек, который сделал документ, если мы хотим выбрать ответственного за основное средство непосредственное, то выбираем его в разделе материально лицо, здесь тогда будет начальник производства. Адрес это адрес нахождения основного средства, целевое финансирование, если у нас есть дотации, направление деятельности, также есть у нас оборудование уходное производство, то можно сразу выбрать направление деятельности. точнее не можно, а нужно, если у вас ведется учет направления деятельности и вы не выберете, то у вас неправильно будут заплаты списываться, и больше того, вы закрыты несколько программ будут пригодны, что не указано направлением деятельности. Вид аналитики у нас основные средства, отдельный учет МДС у меня в том есть ключом, я выбираю что для деятельности своему измерению и на вкладке основные средства мы выбираем наше основное средство, которое мы купили. Если у нас на этой вкладке правильно все запом zweiten направление деятельности, все здесь правильно запомнено, то мы можем просто нажать запомнить, подобрать, и у нас наш основное средство, которое мы и ввели шагом ран, оно будет в этом списке. Если у вас в этом списке его нет, то значит, вы что-то в предыдущем шаге сделали неправильно. Поэтому добитесь вас в предыдущем билет и проверьте правильно, чтобы вы заполнили все поля. Указываем стоимость, она тоже автоматически выкатирована. На вкладке «Параметры учета» как раз мы задаем нашу начисленную амортизацию, как мы учим, потом в бухгалтерском учете и в налоговом. То есть у нас может быть в бухгалтерском начисленном амортизации, а в налоговом мы включаем в расходы предпринятия их учета. Основные средства стоят дороже 40 тысяч рублей, меньше 2 тысяч рублей. Тогда у нас будет какая-то разница между бухгалтерским и налоговым учетом. Срок использования здесь задаем, срок использования длится в месяцах, что указывается. «Медод амортизации» выбираем по бухгалтерскому учету и по управленческому учету также задаем все параметры. И на вкладке «Отражение расходов» выбираем нашу статью расходов по амортизации, которую мы делим. То есть в данном случае у меня вот эта статья амортизации техники для административной все эти расходы будут распределяться. Аналитика расходов у нас в нашу инвестицию. Итак, вот мы привели. Основное средство к учету. Посмотрим проводки. За счетом 0.8.4.2 у нас это одно изредство ушло на счет 0.1.0.1 и все. То есть оно у нас будет использоваться. Следующий шаг. Все эти стримы есть в презентации. А вот еще тоже здесь у нас есть схема документа оборота по основным средствам. То есть при принятии к учету мы сможем использовать документы принятия к учету ОС. А также изменение параметров ОС. Мы можем с помощью этого документа задать сложную схему распределения амортизации. То есть, например, у нас в оккубаторском учете способом начального отставка, налогового универения. Мы можем это все... Если мы изначально обвели с умением способом, а потом решили поменять способ начисления амортизации, то можем сделать это с помощью документов изменения параметров ОС. При эксплуатации у нас используются документы перемещения основных средств. Это перемещение внутри организации между подразделениями. То есть, если у нас с производственного, из одного цеха, в другой перенести из станок. Также передача основных средств о реаниматоре с внутренним вариантом и возврат от реаниматора соответственно. Изменение состояния основных средств и изменение параметров основных средств. Также документы, которые меняют состояние. То есть, например, у нас произошла модернизация, увеличился срок полезного использования основных средств. Соответственно, мы с помощью документа изменения параметров ОС меняем срок начисления амортизации и первоначальную стоимость, не первоначальную, а полученную стоимость умением средства увеличиваемых. Регистрация на работах используется также, отражение степени износа. Нужно, если у нас, таким образом, считается амортизация от износа. Непосредственно сам документ начисления амортизации. Это регламентный документ. Он рассчитывается автоматически при декуте месяца. И регламентаризация, модернизация ОС, как и называются документы, собственно, в Санглесе. И при выбрете основных средств у нас используются документы списания основных средств и подготовка к передаче основных средств очень легко продаем на втором минуте. Принятие к учету мы уже рассмотрели. Дальше вот, что мы приняли, все. У нас сейчас осталось у нас работать. Мы начисляем амортизацию. Амортизация начисляется... Можно начислить отдельными документами, то есть вам застелены на народные активы, документы по ОС, есть укладка «Амортизация». И здесь мы можем создать и начислить прямо вот непосредственно только операцию по амортизации основных средств в сентябре. Ну, допустим, нам закрытие месяца еще не надо делать, или там бухгалтеру только по основным средствам, и он считает амортизацию, тогда вот нужно делать отдельные документы. А можно делать, ну, так и так будет делать составы закрытия месяца. Это раздел финансового результата контролем в укрытии месяца. Здесь в списке операций есть операция по начислению амортизации основных средств. Если мы нажимаем подробнее, то как раз провалимся в журнал «Амортизация». Вот он, этот документ. Посмотрим проводки. Проводки делаются у нас в корреспонденции со счетом 0201. В зависимости от того, как мы стоим на какие заплаты. Если будет на 26-й, то у меня есть только 26-й, может быть также заплаты, и 44-й, или 45-й, или 45-й, или 45-й. По распределению затрат. То, на чем я хотела ваше внимание сфокусировать на графике. Это как распределяется затраты к амортизации. Посмотрим оборотно-сайтовую ведомость. По 90-му счету. Пожую лучше анализ счета посмотрите. Вот у меня счет 90-08-1. И начислена амортизация за сентябрь. Можно увидеть, что у меня здесь несколько направлений деятельности. Это оптовая торговля, розничные продажи и финансовая деятельность. И амортизация у меня по каким-то основным средствам начисляется на направление деятельности оптовой торговли, по другим основным средствам на розничные продажи. Вот этот ноутбук, пример, по которому я показывала вам ранее, вот его амортизатор распределилась пропорционально выличить. Часть, вот если провалиться в карточку, сюда, вот, пожалуйста, часть вот этого ноутбука, часть амортизации от этого ноутбука у меня при закрытии места списалась на подразделение оптовой торговли, а часть на подразделение финансовой деятельности. Почему только сюда и сюда? Потому что у меня только по этим подразделениям, по этим направлениям деятельности есть выручка. Сейчас покажу оборудование. Если какие-то вопросы, то пишите в чат, если все понятно, что понятно, что непонятно, пишите обязательно в чат. Если мы посмотрим 90 счет, по направлению деятельности то, вот, у меня в сентябре была выручка по направлению деятельности оптовой торговли и финансовая деятельность. И, соответственно, амортизация от моего административного ноутбука, который использует директор, она распределилась между этими двумя направлениями деятельности пропорционально выручки. То есть, у меня здесь одна сумма, здесь другая, программа сама посчитала, общая сумма на продаж порядка 15 тысяч, она 4 тысяча из них была туда, и здесь у тебя один. Вот таким образом. Потому что достаточно часто встречается в производственных организациях потребность в таком распределении, поэтому я вам отдельно показала эту возможность, что программу можно так сделать. так, дальше. Все ли понятно? Если что-то непонятно, то вопросы и пишите сейчас. Перемещение этого наследства сейчас все расположено. Так, дальше у нас ремонт, модернизация. Соответственно, оформляется также документами отдельными, для этого специальными документами. Сам непосредственный ремонт мы, конечно, рассмотреть не будем, потому что это достаточно большой блок, крупный, огромный, в разделе производства у нас есть разделы ремонта, и здесь мы можем делать очень много всего, то есть перемонтировать и модернизировать основные средства. Это уже отдельный блок. Мы с матом только взорвали документы, которые отражаются в состоянии основных средств. И вот у нас, например, произведена модернизация, вот он, этот документ, то есть мы установили некое оборудование на наш основной средств. У нас есть перезарист, мы на него поставили там, не знаю, ретрижератор. Соответственно, сюда установили это оборудование и проводка у нас будет следующее. То есть со счета 08, да, у нас увеличилась балансов основного средства. с помощью этого оборудования. Такую проводку она сделает также. Такая проводка она сделается с помощью документа модернизации. Здесь мы определяем, какое оборудование мы установили и как мы его поставили. Непосредственно сама установка стоит этого оборудования и это уже в разделе ремонта делается. Там отражаются все работы по установке оборудования. Так, да, про перемещение. Перемещение основных средств мы делаем между подразделениями. То есть вот у нас есть, допустим, нам нужно переместить одному средству из одного подразделения в другое. У нас мы можем как между просто подразделениями, которые у нас в нашей организационной структуре, там, не знаю, бухгалтерии, где ничего не не перемещать. А можно также перемещать между подразделениями, которые выделены на отдельный баланс. Для этого у нас как раз есть два вида документов перемещения, перепрос перемещения ОС и перемещения ОС подразделения, которые выделены на отдельный баланс. Обычное перемещение мы можем сделать на основании инвентаризации. То есть провели инвентаризацию, выявили документ инвентаризации. Непосредственные на основании документов мы можем создать. А можем создать на яблоке, справочник, а на ней все. Здесь мы выбираем операцию. То есть если мы изначально выбрали инвентаризацию, мы ее можем в документе в самом поменении. и выбираем из какого подразделения у нас в какое подразделение получатель подходит наше основное следствие. Также материально ответственное лицо у нас может быть здесь. Было одно стало в уголок. И адрес можем задать, что если мы переводим его на другой адрес, то вообще хотим видеть на каком адресе у нас находится это основное следствие. И на вкладке основные следствия подбираем основное следство, которое принято в учетку. Здесь у меня осталось следствие, потому что ничего у меня нет. Сейчас я выберу другое подразделение, которое мне не кажется, что мне есть. другое следствие Если у вас опять же есть пусто и ничего нету, то проверьте еще раз вкладку основного. Вот, например, если у вас не установлено материальное ответственное лицо основного средства, а вы здесь его забыли, то здесь ничего не будет. Или наоборот, выбрали материальное ответственное лицо. Так, вот у меня есть один оборудованный, который я хочу перенести. Мы его выбираем. Отражение расходов, допустим, оно у нас не меняется, но также можем поменять. То есть, например, начисление амортизации мы можем остановить. То есть, если, например, мы на консервацию перемещаем, то мы на консервацию останавливаем консервацию. Либо поменять способ вычисления амортизации, когда мы выбираем действие и выбираем другие какие-то расходы. То есть, например, у нас была статья расходов от нас, как у нас писала по технике. Вот такая, да. Я хочу, точнее, у нас тут радовало перемещать в другое подразделение, если у него другая статья за кадром. По мотивации выбираем тогда ее. И дальше у нас будет иностранство начислятся по технике амортизаций. И аналитика расходов – это наши основные требования. По имущественным налогам тоже мы можем выбрать изменение начисления налогов по части статьи расходов в учетах на месте. Вот таким образом. Этот документ очень сложный, он сложный. И если мы посмотрим проводки, то вот видим, что у нас в разрезе 0.1 и 0.2 счета переместились. То есть переместилось наше основное средство с одного подразделения на другое. И также по моему второму счету тоже сумма начисленная амортизацией тоже переместилась. Вот. Таким образом делается перемещение к инвестору. Дальше следующая операция. С основными средствами. Это вот изменение параметров. Одному средству, я же его покажу. Например, по какому-то основному средству мы хотим поменять метод начисления амортизаций. Так, мы делаем документ изменения параметра, выбираем, в каком учете у нас будет заниматься. То есть может быть как отдельно в управленческом, отдельно в регламентном, так и в там и там. Одинаково. Выбираем основного средства. Основное средство можно списком, можно методом по этому средству выбрать сразу. И меняем по ним. Здесь можно также... Вот здесь мы поменяли в управленческом учете. Можно поменять в бухгалтерском. Можно срок использования поменять. Можно поменять различные перспективы ускорения в налоговом учете. Общие, например, группы финансового учета мы хотим поменять. То есть у нас была, например, какая-то там производственная, стала офисная. Группа финансового учета по данным средствам как раз определяет счета учетов, то есть какой счет наладим, наладим, да, счет. То есть есть много разные субсчета, это какие-то средства, арендованные данные средства, но в зависимости от того, какой у вас план счетов в организации. То есть непосредственно счета учета данных средств, на учете, да, в бухгалтерском учете мы задаем с помощью группы финансового учета. А статьям из-за так мы задаем на счета учета с икра. Вот таким. И на факте отражения расходов мы можем изменить способ отражения расходов. То есть также выбрать другую статью расходов. Допустим, без перемещения, то есть у нас было, были одни статьи расходов, что-то произошло в нашей организации, у нас должны стать одни статьи расходов. То есть мы хотим видеть на прибавном счете эти расходы. То вот это делается с помощью документов изменить параметров, с помощью галочки изменить способ отражения расходов. Это можно. Здесь мы выбираем. Или направление изменить. У нас поменялось то же самое в этом же документе. То есть все изменить средства мы делаем с помощью вот этого документа. Ну и следующая операция с основными средствами, мы уже окончаем на службу его. У нас может быть два варианта. Либо мы его продаем какому-то стороннему покупателю, либо разбираем это в части, или может быть такое, что оно сломалось, или если вы убрали, это тоже бывает. Вот так. В случае, если выбывает основное средство не в связи с продажей, сломалось, окончилось или что-то еще, тогда делаем документ списания ОС. И этот документ у нас просто списывает основное средство с счетов учета. Списание мы также можем делать на основной монетаризации. То есть в документаризации выявили, что отсутствует, что там компьютер нет. И мы можем на основной монетаризации сделать. Либо же просто создать с миллион. Также указываем статью расходов. Здесь вот как раз я не рассказывала, не рассказывала про статью расходов по списанию. Вот так оно выглядит. Здесь у нас тоже это прочие операционные, неженационные расходы. Логично, нецелесообразно выбрать. И, например, списать на финансовый результат. И вот смотрите, в этой статье у меня не выбраны правила. Это означает то, что все расходы будут просто списаны на счет за трон. То есть в данном случае вот у меня выбраны на факт рекоментированный счет счет 19 и вы. И таким образом, если я, например, сезон выбираю по причине разводки, по причине окончания срока полезного использования, то все расходы, которые будут списаны на счет 19, а 1. И будут списаны просто одной общей суммы. И они не будут распределяться по направлению деятельности, но по этим правилам просто пишутся и все. Одно с тем не менее. Так, и мы можем еще в этом документе выбрать причину списания, задать ее самостоятельно. То есть если мы хотим дополнительно аналитику видеть в программе, в отчетах. На вкладке «Отнамыми средствами» мы здесь выбираем наши суммы, которые мы списываем, и на вкладке «Приходуемые материальные ценности» мы можем здесь добавить те детали, которые мы сняли с внослица. То есть в частности, если это автомобиль, например, и он попал в ДТП, и он тотальный, мы можем подвижиться к установлению, то с него, например, мы сняли двигатель, или там колеса, или что-то еще, здесь мы сюда добавляем, и у нас будут отрекодованы на складке материалов, связанные с этим, например, средствами, то есть те, которые мы сняли после этого оборудования, мы их потом дальше можем куда-то еще спустить в отдел. В работе, соответственно, вот этого документа делаются следующие, да, то есть со счета учета основных средств, 0.1, 0.1, например, если на этом субсчете учитывается, списывается на 0.1 или 9 счет, для учета передачи основных средств, и также анартизация туда же, да, то есть померяется о качественной стоимости, субсидиции основного средства, и всей вот суммой, как я говорила, списывается на счете 0.91, вот эта вот сумма, которая посчиталась, сформировалась на счете 0.1, 0.1. Вот, все списалось, также производства на около метро, в том же сумме сделались, формировались. И следующий документ по выйти у основных средств, это непосредственно продажа, то есть мы, если мы решили что-то продать, сначала нужно сделать подготовку передачи, то есть мы не можем просто так взять и продать с ним первого счета основного средства. Духгалтерство на учете так нельзя, нам нужно сначала, вот опять же, собрать все стоимости основного средства на счете, на том же маркетинге, на 1.09. Подготовка передачи основного средства отличается от распускания тем, что здесь мы уже указываем, какому клиенту мы будем передавать, указываем здесь клиентам. Выбираем основное средство, можно несколько основных средств, задаем стоимость и продажи сразу. Это может не обязательно быть стоимость, но на счет стоимость, по которой мы договорились с клиентами, его продать, с покупателем. И на вкладке дополнительно указываем сведения об обложении МДС. То есть включается, включается на МДС, такие вот небольшие нормы. Проводки делаются, по-ответственно, как я сказала, собирается со счета, собирается палатковая стоимость, первоначальная стоимость на счет 0.9, и амортизация. Также с второго счета на счет 0.9 увеличивается для того, чтобы посчитать скаточную стоимость, чтобы сформировать затраты, да, себестоимости нашего основного средства, которое мы продаем. После того, как мы сделали эту подготовку к передаче, после этого мы можем уже непосредственно его продать. И продадим основные средства так же, как и покупаются, с документом реализации услуги крочек активов. Вот она наша реализация услуги крочек активов. Она может быть создана на основании непосредственно подготовки, документы подготовки. То есть, если мы его откроем, документ подготовки передачи ОС, вот здесь вот создать на основании, можно сразу нажать и создать эту реализацию. Можно также с 0.9, выручную создать отдельно. Но рекомендуется, конечно, связывать документы, чтобы у вас документы были связаны между собой. Накладки «Выручка» указываем наименование операции и реализация дата на автомобиле или чего-то еще. Указываем стоимость, указываем аналитику, это наше основное средство. Накладки внеоборобного актива оно также заполнится, мы можем добавить сюда его ключевые. И статья «Расходы» это статья «Расходы от продажи в любых альтернативах». Мы тоже ее сейчас посмотрим. Здесь тоже у нас список альтернативных результат одной суммой. Опять же, вы можете, если у вас по учебной политике нужно распределять, то вы можете настроить такое правило и распределять. И счет учета задаем обычно, обычно, когда мы продаем основную средство, это у нас все, счет учета 91 и прочие расходы в налоговом учете. Соответственно, проводки у этого документа. Сейчас у меня отмечается. Проводки у этого документа будут на счет 91. То есть выручка у нас формируется на счет 91.01, а расходы со счета 0.1.04 пишутся на счет 91.02. Таким образом, финансовый результат этой сделки у нас собирается на счет 91.01. Выбавайте свои вопросы. В принципе, мы рассмотрели есть итог жизни основного средства, достаточно кратко. Напишите, если есть у вас вопросы. какие-то. Все ли было понятно? Все ли понравилось? Спасибо. И вам спасибо, что пришли. Таким образом, у нас в программе ERP достаточно удобно ввести учебные средства. В отличие от других, там есть другие программы, похожие на ERP, в них невозможно ввести учебные средства. А здесь же, если у вас попавческий учеб уже выделен для отдельной программы, вы можете все равно еще формировать программические движения и формировать программические отчеты. Дополнительные расходы при реализации ERP А также с помощью статьи расходов у нас будет либо вы делаете реализацию приобретения услуг точек активов, если у вас дополнительные расходы есть. И в этом приобретении услуг точек активов вы должны указать статью расходов, которая непосредственно связана с выбытием ОС. Сейчас я посмотрю, если у вас такая как правило, что? Как правило, это расходы, которые также пойдут на 11-й еще, как прочие расходы, поэтому вы можете выбрать статью заправ, которая по своей судьи похожа на статью от выбытием. Сейчас вот вот у нас есть статья расходы от продажи выбытием обменных средств, которые мы рассматривали. в общем-то вот вот такие разделы так настраиваются статья расходов для отражения дополнительных расходов при реализации экономики. мы можем здесь также выбрать специальный результат распределения по правилам и, как правило, это прочие расходы, поэтому это первый счет. Непосредственно таким документом документ у нас будет приобретение услуг и прочих активов, либо же это может быть документом непосредственно приобретение товаров и услуг. Если приобретение товаров и услуг выключается тем, что в нем мы должны выбрать инвестирую. Если у вас есть инвестирую в справочнице и вы не хотите ее вводить, то тогда выберите. То есть видите, здесь у нас обязательно нужна инвестирую. У вас должны быть эти расходы. Транспортные какие-то комиссионные ограждения может быть либо техобслуживание какое-то. Если у вас нет инвестирую страж, вы можете более простым документом это приобретение услуг стража. Здесь просто пишите содержание. Сюда не нужно добавлять номенклатуру. Это документ специально создан для различных услуг, которые непосредственно сразу относятся на статей и заправ. Здесь вы просто выберете статью расходов. расходы по расходы по убытию инвестирую. про учет наработки и планирование ремонта мероприятия основных средств. Ну, хорошо, будем мучить эту схему. Да, потому что планирование ремонта и ремонт это очень большой, огромный тоже блок. По нему нужен отдельный вебинар. Даже наверное в одном вебинаре будет мало, чтобы рассказать про все. Но основные аспекты можно рассказать. Возможно будет есть ли еще вопросы? Отчеты. Какие отчеты по учету основных средств? Смотрите. А на показе вы пишите. Отчеты по учету основных средств это в разделе внеоборотные активы есть адрес для отчета по необоротным активам. Здесь у нас есть основные средства. Это исходные данные о стоимости и амортизации можем сформировать. Посмотрите здесь по всем организациям. Можно сделать выборы только по нашей организации. Это стандартная ведомость по средствам, в которой отражается стоимость первоначальная, численная амортизация, остаточная стоимость. Здесь мы все можем посмотреть. Следующие отчеты иммунитарная книга. В этом разделе есть достаточно отчеты, которые соответствуют всем требованиям обычной организации. Можно сделать справки расчетной амортизации основных средств. и также по основным средствам есть соответственно отчеты в разделе регламентированный отчет, контактные бухгалтерские отчеты. Мы можем посмотреть отчет анализ счета, отчет оборотная сальдовая ведомость, оборотная сальдовая ведомость, по мальтеровым счетам. вот они могут все отменить детства. Еще отчеты интересные. В разделе вот отчетов недорогим активом можете провалить сюда все отчеты и здесь посмотреть дополнительные которые могут быть у вас не выведены на списке. Например, там вещество договоров фейдинга в городе субъекта. Так, Интересует иммунитаризация отменить вещество. Иммунитаризация делается так же, как и иммунитаризация для товаров и различных других веществ. В разделе неопределенные активы документов о том инспекте. Здесь мы создаем документы иммунитаризации. Специальные есть документы иммунитаризации. Дополняем саполя то есть подразделения в каком подразделении мы делали иммунитаризацию. Документы основания для печатной формы приказа или постановления или распоряжения. то, что у нас будет рассечатываться номер его дата причина проведения планового изменения планового по итогам года или в связи с увольнением материала ответственного лица. В разделе основные средства здесь мы можем дополнять остаткам. Здесь дополняются все остатки основных средств. Мы можем просто поставить галочки. Например, вот этого у нас нету. Можем поставить галочки, чтобы по факту его стоимость. И тогда у нас будет недостатка. Здесь у нас отражается его грязь. Стоимость. И членов комиссии мы можем добавить сюда. Членов комиссии они будут строить частную форму. после того, как, например, у нас здесь выявилась недостача, после этого мы можем сделать списание, выставание документа и лидеризации прямо отсюда и списать основные ответы. Или же, например, у нас появилось какое-то основное средство, которое нет в учете. мы можем ее свободного. Мы можем что-то выявить, чего у нас нету на самом деле. И если нету сообщения, вы забываете его в программе, после этого выбираете здесь, устанавливаете галочку, что по факту она есть, и излишки на галочку в рублях и делаете перемещение. То есть инвентаризация формирует стоимость остатки основных всех, а непосредственно на движение количества вы сделаете уже по итогам инвентаризации с помощью документов описания либо перемещения либо так, выходит в мусор вот таким образом. Так, еще вопросы? Еще есть еще вопросы? Хорошо, коллеги, если вопрос больше нет, совсем спасибо за внимание, спасибо, что пришли, послушали. Надеюсь, вам было полезно, интересно, познавательно. Спасибо.